Мотоцикл «Наш дом» – так решили Петр и Юлия с Украины и отправились путешествовать по Востоку. Из Ивана-Франковска через Россию не доехали до Караганды. О впечатлениях мототуристов и о том, куда отправиться дальше их маленькая экспедиция, вы узнаете из репортажа Сергея Высокосова. Петр Буляк и Юлия Плесюк байкерами себя не считают. Обыкновенными туристами тоже. Европа с автобанами и супермаркетами для них неинтересна. Интересно, что-то такое более дикое, какие-то степи, где культура древняя сохранилась еще. И мы выбрали такой маршрут – Россия, Казахстан, Монголия и, конечно, вся Украина. Они уже месяц в пути. К Днепру пренайтована самая необходимая – спонсорская помощь минимальная. Идея подготовки экспедиции – дело рук самих молодых энтузиастов. Готовились полтора года. Петр даже уволился с работы. Он слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов. Юлия – программист. Руководство ее компании предоставило девушке отпуск. Если говорить о взаимоотношениях двух путешественников, считайте, что это предсвадебное приключение. Но главное не это. Сегодня любую информацию можно найти в интернете. Но пока не попробуешь все своими руками, она будет пресной и не совсем достоверной. Живое общение дает богатейшие знания о культуре и быте тех людей, с которыми встречаешься в пути. Вообще казахи – это очень общительные люди. Нам это очень понравилось. На всех остановках интересовались, как на таком транспорте можно ездить. К сведению, Днепр – это аналог знаменитого Урала. По проходимости и мощи эти мотоциклы дадут фору и японцам, и американцам. Это доказанный факт. Особенно Петра и Юлию впечатлил отдых в казахской семье. Пятеро детей. Они стеснительно попросили разрешения поставить палатку во дворе дома. Им в этом отказали. Женщина сказала, хорошо, но палатку ставить нельзя. То есть у нас есть место в доме, то есть у казахов так не принято. Если есть возможность переночевать в доме, значит будете ночевать в доме. Естественно, последовали национальные казахские угощения. Курт попробовал, все, я влюбился в Курт. Сели все очень спокойно. Чай с молоком. Это теперь я литрами его теперь пью. Это мое любимое. Очень много рассказывали о том, как они живут, как принято в Казахстане. Какие-то вот обряды, вещи какие-то вот интересные. Можно я добавлю? Мы очень благодарны Камшат, женщине, которая нас приняла. Действительно, это было первое такое знакомство вот именно с культурой казахстанской. Мы очень благодарны. И, пожалуйста, я очень хочу передать привет ее дочкам. Можно? О, Рушан, Ршет, Олжан, привет! Спасибо вам большое! Расцениваем, что эти слова относятся ко всем казахстанцам. Впечатлений у Петра и Юлии масса. Они аккуратно выкладывают их на свой блог. Петр даже решил вернуться в журналистику. Они чувствуют себя первооткрывателями. Музей Карлага, о котором мы даже и не знали. И вот мы туда приехали, все осмотрели нам. Даже руководство с нами пообщалось. Очень было приятно. И мы обязательно об этом тоже напишем в нашем блоге. Мы знаем о этой части истории Казахстана. Но все-таки в музее мы очень много нового узнали. И вот хочется даже еще более глубже эту тему изучить. Петр и Юлия путешествуют не с пустыми руками. Хоть они и не считают себя байкерами, но флаг байкерского фестиваля всегда при них. Байкеры, Караганды и Украины до кучи геть. То есть соединяйтесь. Для подарков они везут очень интересные сувениры, которые сделали школьные умельцы. Куклы-обереги. Такими их делали еще 400 лет тому назад. Поделки из кожи, бисера и ковка украинских кузнецов. Вся страна в клесе мотоцикла. Впереди Балхаш, Алма-Ата, Барнаул, а там и Монголия. Именно туда и направляется Петр с Юлией. А затем через Россию в Ридну Украину. Добрый путь. Караганда, как и весь Казахстан, всегда рады гостям. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский.